Тема, которую тоже хочу упомянуть, это Апти Алаудинов. В прошлом своем эфире я в шуточной форме об этом сказал, что ему сделали массаж, после чего он вышел в эфир на следующий день. Типа в отпуск его Кадыров отправил в Москву. Но это информация, тогда в прошлом эфире я о ней говорил, что это неподтвержденные данные. Просто ко мне пишут об этом люди. Сейчас это уже подтвержденные данные. Теперь я уже уверен в том, что не одного Алаудинова, а всех троих братьев Алаудиновых, а я напомню, второй его брат был, ну и есть на данный момент, начальник службы судебных приставов. А второй его брат, он где-то в экспертизе МВД работает, тоже какое-то звание имеет. Так вот, этих всех троих братьев сейчас отстранили. Они все находятся дома. По поводу били ли там остальных не били, я не знаю, но Алаудинову, говорят, сделали небольшой массажик. Возможно, даже была применена процедура электрофореза. То есть, точно не знаю. Но проблемы у них реально имеются. Почему у них эти проблемы начались, разные есть версии. Но я склоняюсь к тому, что это как-то все-таки связано с другой личностью, бывшим мэром Аргуна, Ибрагимом Тимирбаевым. Ибрагим Тимирбаев до сих пор находится у них в плену, дает показания. Видимо, там часто проходят процедуры электрофореза. Во время этих процедур он, видимо, что-то вспоминает, что-то, возможно, придумывает, кого-то оговаривает. В общем, получает всю ту порцию счастья, которую обычно дают всем задержанным, никак не причастным к кадыровской власти людям. Это хороший урок для кадыровцев, что вот это вот бумерангом к вам возвращается. Хвала Аллаху. И вот Тимирбаев сейчас ощущает на себе все эти радости, которые он сам неоднократно доставлял людям, задерживаемым им. И вот сейчас он на себе это ощущает, и от этого очень приятно. И мне, и тем людям, кто либо проходил эти процедуры, либо чьи родственники проходили, чьи знакомые, кто просто небезразлично к этому относится. И, в общем, он под этими процедурами, видимо, что-то вспоминает. И как-то, видимо, Аллаудинов в этой теме, его имя прозвучало, скорее всего. Я больше склоняюсь к этому. Говорят там, что что-то он сделал с каким-то портретом кадыровским. Я не знаю, я не могу судить, правда это или нет, но я склоняюсь к тому, что это все как-то связано с этим Тимирбаевым. По всей видимости, что-то там было. И то, что было, не очень понравилось кадырову. Упоминаются в этом контексте еще несколько имен. Это министр МЧС, Министерство Чрезвычайной Ситуации. Там был такой Яхьяев Руслан, по-моему. Его тоже, говорят, отстранили. И тоже связано вот с этим делом общим. И еще один там есть человек какой-то, Вайханов, по-моему, его тоже отстранили. В общем, сейчас нам ведут какие-то чистки. Под этой темой распространяется информация, что якобы там готовилось какое-то покушение на кадырова, его хотели отравить. Я не склонен верить этому. Я, скорее всего, думаю, что этот вброс делают уже сами кадыровцы, чтобы показать какую-то, подчеркнуть значимость кадырова, что его якобы кто-то там постоянно пытается свергнуть, отравить и так далее. На самом деле, я думаю, причина, она гораздо более проста. Это элементарное крестьянничество, которое допустил Тимирбаев. Видимо, где-то не поделился деньгами. Некие суммы каких-то доходов, которые он имел с народа, грабил людей. Людей, бюджет, неважно, что бы он ни грабил. Какую-то часть этих денег, по всей видимости, он пускал мимо кассы для своего личного обогатения. В общем, выберите вариант. И, по всей видимости, кадыров об этом узнал. За это он был наказан. И сейчас идет уже процесс, когда просто кто-то что-то нелестно сказал, кто-то был в курсе, но не рассказал, кто-то тоже был в этой теме и так далее. И вот они сейчас все, всю вот эту вот цепочку пускают под этот асфальто-закаточный каток. И Алаудинов, я думаю, просто под эту тему попал. Где-то что-то неаккуратно сказал или какое-то действие там сделал. Может, действительно с каким-то портретом связано. Но, чтобы теперь вот так об этом не заявлять, не сказать, что это просто они нелестно высказались в адрес Падишаха, они теперь придумывают вот эту вот версию, что якобы там был какой-то заговор, Кадырова хотели отравить. Я думаю, это полная чушь. Обогащение. Обогащение. Спасибо за эту поправку. Томсо, лицемер, ничем не отличающийся от Кадырова, говорит. Лора, секрет. Вот и обвинили. Интересно, что ей не понравилось, что я такого сказал. Томсо, ты общался с Навальным, он был в Польше пару дней назад. Кстати, это тоже частый вопрос, после того, как я опубликовал его высказывание обо мне. Нет, я не общался с Навальным, более того, я даже не знал, что он находится в Варшаве. И я даже не знал, что в Варшаве проходит форум Бориса Немцова. Я об этом не знал. Об этом я узнал только вот, когда был опубликован этот форум на канале фонда Бориса Немцова. И мне просто скинули эту ссылку и сказали, что там после двух часов Навальный говорит обо мне, упоминает меня. И я вот так посмотрел этот отрывок и просто опубликовал его. Вот я об этом не знал. Так, конечно, я бы с удовольствием встретился с Навальным. Выпил бы с ним чашечку кофе. Томсо, асалам алейкум. Что скажешь насчет Турции и Сирии? Очень хочется услышать твое мнение. Алейкум асалам. Я так думаю, это вопрос по поводу последних событий, наверное, что там Турция начинает наземную операцию против курдов на севере Сирии. И это действительно сейчас вызвало огромный переполох в этом мире. Это ситуация, из которой нужно извлекать пользы. Мы должны вот как раз из таких моментов мы должны понимать, что в политике не существует друзей. В политике существуют интересы. И когда были интересы у США, были интересы в том, чтобы поддержать курдов, они их поддерживали. И тогда казалось, что это прям такой мощный альянс. Сегодня у США уже нет интересов поддерживать курдов. И как вы видите, теперь США просто отстранились от этой темы, получив какие-то гарантии от Турции, разумеется. Это нужно просто принять. И в этом нет ничего постыдного, нет никакого зашквара со стороны США и так далее. Нет, это политика. Так и строится в этом мире все. Страны именно таким образом и строят свои отношения. А так мое мнение, я не знаю, я особо не разбираюсь в этой теме. Я думаю, что по результату того, что там произойдет, мы уже будем понимать, что это было. Субтитры создавал DimaTorzok